Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и сегодня мы с вами присутствуем во французском NC на гонке-преследовании в рамках третьего этапа Кубка Подписчиков по игре Angel Biathlon. На ваших экранах старт и вылез, сформированный по результатам вчерашней спринтерской гонки, в ходе которой Эдуард Макаров заработал себе пол-позишн на сегодняшнюю гонку, а за ним по пятам отправятся Александр Куликов, Артём Мальцев, Михаил Александров, Николай Чакин, Джонни Дерпин, Павел Машков, Мадьяр Сарсенбеков, Дмитрий Таргонский, Станислав Кремер, и это все, кого я успел произнести. Итак, стартует Макаров, сейчас мы выждем 3 секундочки, и за ним отправятся Куликов, Мальцев, Александров, Чакин, Дерпин, Машков, Так, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, Сарсенбеков, Таргонский, Кремер, Хернеджки. Что же, старт дан, стартовали все основные, скажем так, претенденты на успех в сегодняшней гонке, потому что дальше отставания исчисляются уже двузначными цифрами, и отыграть их у Макарова будет тяжело. На первой отсечке Эдуард несколько увеличивает свое преимущество относительно ближайшего преследователя, коим сейчас является Артем Мальцев, обошедший Александра Куликова, и преимущество Эдуарда составляет уже 4 секунды. Станислав Кремер неплохо стартовал, отыграл сразу несколько позиций, а конкретно 2, и сейчас уже переместился на 8 место. Так, пока что существенных изменений, кроме этого, мною замечено не было. Вот мы сейчас видим Кремера, который буквально как стоячих обходит Машкова и Дербина, получается. Тем временем, Мальцев и Чакин уже оба в тройке, двое бельгийцев и по-прежнему преследуют. Вот Эдуарда Макарова, который еще привез им на отсечке 2,2 километра, и сейчас преимущество Эдуарда составляет уже 5,5 секунд, что в принципе равняется практически штрафному кругу на нашем турнире. Первая стрельба, лидирует Макаров, дальше Чакин, Мальцев, Куликов, Александров. Здесь же уже Кремер, он уже 6-й. Вот что называется, человек вышел на гонку крайне заряженным. Макаров, первая стрельба точно, промахивается Александров, два Александров, Машков, имеют промах, Куликов и Мальцев промахнулись. Чакин точно, Кремер точно, точно Джонни Дербин. Сарсенбеков чисто, Таргонский и Хернечки имеют промахи, Куликов промах. Семенов чисто, после первой стрельбы, Эдуард Макаров везет 6 секунд, Николай Чакин, дальше 10,1. Станислав Кремер, Мальцев 12,3, Дербин 12,5, Куликов 13,6. Сарсенбеков 7,16 секунд, отставание от Эдуарда Макарова. Тем временем Батов, Синица, Усов, Андрюхин, Левченко, Радостев имеют промахи, так же как и Алекс Корни Котопес, а Илья Лисаворонцов чуть улучшит свои позиции за счет чистой стрельбы на первом огневом рубеже. 4 километра, Макаров не привез Чакину 5,9 у бельгийца относительно Фина. Кремер проиграл две десяточки, сейчас проигрывает 10,3. Мальцев 13 секунд, Дербин 13,8, Куликов 14,6. Они идут слабее Эдуарда и проигрывают, как ему, так и его ближайшим преследователям. Сарсенбеков 17,8, хернечки 23 секунды. Уже далеко, уже сложно говорить о какой-то борьбе за победу. Итак, сейчас мы ждем появления Эдуарда Макарова на отсечке 5,2. Вот оно и произошло. 3,10 он устанавливает время, ждем Николая Чакина. 5,9, при своих остается бельгиец, посмотрим, что скажет на это Кремер. 10,8, еще полсекундочки выгреб Эдуард Макаров. Мальцев 13,6, оторвался он от своих ближайших преследователей в лице Дербина и Куликова. Но это пока что только промежуточный результат и еще ничего не значит. Макаров, вторая стрельба. Подъезжает Чакин. В принципе, все уже достаточно близко и будут давить друг друга на нервы. Кремер, Мальцев, Дербин и Куликов на изготовке. Макаров, 4 закрывает. Пятым промах. Чакин промахивается. Вот так вот два лидера в запале этой гоночной борьбы. Видимо, немножечко переусердствовали и промахнулись. Кремер точно. Он будет близко к лидерам. Мальцев точно. Сократить свое отставание. Дербин точно. Куликов промах. Сарсенбеков промах. Чем ответит Хернедшки? Последним выстрелом промахивается Аарон. Захар Семенов чисто. Машков промах. Таргонский 2. Пульков чисто стреляет. Александров чуть-чуть потянется за счет чистой стрельбы. В итоге, после второй стрельбы, Эдуард Макаров, лидер. Полторы секунды ему проигрывается, не стал в Кремер. 3,2. Николай Чакин, Артем Мальцев. 3,5 секунды. И снова все вместе. На этот раз даже ближе. Однако, преследователи Эдуарда чуть-чуть поменялись. Сейчас это уже не два бельгийца в первую очередь. А в первую очередь, все-таки, это лидер сборной Австрии Станислав Кремер. На отсечке 7 километров Кремер чуть-чуть отыграл относительно Макарова. Ну, понятно, сейчас он будет пытаться сесть ему на ход. На ход? На хвост, конечно же. Тем временем, Алекс Коркик, когда пёс, допускает 4 промаха. Просто no comments. Не идет этап в анси у Алекса. Итак, ну, у нас сейчас идет борьба за тройку сильнейших. Кремер визуально очень близко к Эдуарду Макарову. Однако, мы понимаем, что это в подъем. И что здесь каждый метр, это очень и очень много по времени. Ну, не очень и очень, но достаточно, скажем так, по времени. Однако, отыгрывает Станислав. Еще 3 десяточки он снял относительно времени Эдуарда Макарова. Тем временем, Чакин пытается немножечко добыть преимущество относительно Артема Мальцева. И уже имеет почти 2 секунды относительно своего визави. Третья стрельба. Выкатывается четверка лидеров. У них на хвосте есть пятый спортсмен, представитель сборной команды Казахстана. Если я ничего не путаю, Джонни Дербин. Третья стрельба. Макаров, Кремер, Чакин, Мальцев. Пока что только Станислав Кремер не допустил промахов из этой четверки. Первым по любому открыл Макаров, но Кремер стреляет пока что быстрее. Чисто Кремер, чисто Макаров, Чакин чисто, Мальцев чисто. Уходит эта четверка и все так же будет разбираться в борьбе за медали. Дербин также уходит с нулем после третьей стрельбы и будет давить на нервы этой группе. Куликов. Два промаха допускает и сам себя просто выкидывает из борьбы за высокие места. По крайней мере в цветочной церемонии. Захар Семенов стреляет точно и именно он будет возглавлять пока что эту борьбу. Сарсенбеков также чисто, Пульков, Хернечки и Александров имеют промахи. Машков чисто. Усов, Синица и Лиса. Также промахиваются. Торгонский на ноль. Батов и Радостев. Стреляет нули. Андрюхин. Промах последним выстрелом. Тем временем Кремер является промежуточным лидером на отсечке 10 километров. Макаров прыгает 5 секунд. Чакин 2,5. Мальцев уже 4,6. Не выдерживает этого темпа Артем Мальцев пока что. Джонни Дербин 12,5 секунд. Только пара ошибок на огневом рубеже от лидеров может гарантировать ему борьбу за медали. Тем временем в этот подъем пытается выйти вперед Эдуард Макаров. Не хочет он терять лидерство в этой гонке, которую ввел буквально со старта, тут надо говорить. И сейчас по внутренней траектории пытается пролезть он на этом подъеме, но закрывает калиточку Кремер. Грязную гонку ведет Станислав. Три десятки он выигрывает у Эдуарда Макарова. 2,4. Проигрывает им Николай Чакин. Артем Мальцев уже 6,5 секунд. И ему тоже предстоит рассчитывать на промах в борьбе за победу. На выкате лучше сработали лыжи у Эдуарда Макарова. И он выкатывается на стрельбище первым. Психологически это было бы важно, но черт возьми, давайте не будем забывать, что это игра. И вновь это троица. Ну сейчас уже будет четверка. Макаров, Кремер, Чакин, Мальцев. Посмотрим, кто из них ошибется и ошибутся ли вообще. Стреляют Макаров и Кремер в одном темпе, но Эдуард закрыл четвертую мишень чуть-чуть пораньше. Синхронно закрывают пятую и уходят в гонку. И сейчас просто кто сильнее ногами. Чакин и Мальцев также закрывают. Они решат, чья будет бронза. Джонни Дербин имеет на своем счету один промах. И он в распределении медалей сегодня не участвует. Посмотрим, поборется ли он за цветочную церемонию. Но преимущество у него было относительно его ближайших преследователей. Семенов. Снова ноль. Снова ноль у Захара Семенова. И он будет бороться с Джонни Дербином. Матьяр Сарсенбеков также чисто. Тоже будет высоко. Павел Машков допускает промах на последней стрельбе. Александр Кульков также махнул один выстрел. Миша Александров имеет на своем счету промах. Таргонский также один. Кульков целых три. Усов и синица также промахиваются. Да что ж, никто чисто-то не может отстрелять. Леш Абатов чисто. Радостев один промах. Хернечки чисто. Лиса промахивается. Тем временем в борьбе за победу Эдуард Макаров. Везет полторы секунды. Станиславу Кремеру три с половиной секунды. Николай Очакину. Артем Мальцев проигрывает уже 7 и 4. Он выбывает из борьбы за медали. Сергей Андрюхин чисто отстрелял на последнем огневом рубеже. Максим Левченко стреляет. Двадцатое место сегодняшней гонки. Стреляет чисто. Но, к сожалению, вряд ли уже это ему поможет. Тем временем в борьбе за пятое место. Джонни Дербин выигрывает 3 секунды у Захара Семенова. Мадьяр Сарсенбеков идет пока что 7 и в цветы не попадает. Нужно совершить чудо ходом для казахского спортсмена. Макаров ходом не позволил никому к себе приблизиться. 2 секунды он везет Станиславу Кремеру 4 Николаю Очакину. И, судя по всему, это будет вторая победа финской молнии на этапе ванси. Вот мы нашли этап для Эдика. Здесь он и бежит быстро, и стреляет на удивление точно, и побеждает второй раз подряд. Вторым заедет Станислав Кремер, третьим будет Николай Чакин. Артем Мальцев не сдюжил ходом в этой гонке и приезжает лишь четвертым с отставанием в 10 секунд относительно Эдуарда Макарова. Смотрим борьбу за цветочную церемонию и на пятом месте точно у нас будет Джонни Дербин. В борьбе за шестое место, скорее всего, все тоже ясно. И это будет Захар Семенов. Тем временем на отсечке 13 километров еще не все спортсмены прошли. Дербин прыгает 27 секунд, Семенов 31,2, Сарсенбеков 32. Неплохое возвращение для Мадиара, две гонки подряд он борется за цветочную церемонию. Павел Машков, восьмое место, чуть-чуть поменьше промахивайся Павел и был бы достаточно высоко. В десятку заезжают также Куликов и Таргонский, Хернешки 11, Батов и Александров. Снова вместе, снова рядом. Денис Синица, 14 место, Иван... Ой, извиняюсь, Илья Усов, разумеется, он же Илья у нас. На пятнадцатом месте Радостев чуть-чуть улучшил свои позиции. Шестнадцатый, Андрюхин, семнадцатый, Лиса, восемнадцатый. Борис Пульков, неудачная гонка, девятнадцатое место. Максим Левченко, двадцатый. И мы ждем только одного спортсмена, которым является Алекс Корги Котопес. Вопрос лишь один. Где он? Потому что он стрелял последний свой огневой рубеж, когда Макаров и его преследователи уже выкатывались к финишу. А вот я его вижу сейчас со спуска катится такая махонькая точечка. Это... Это Алекс Корги Котопес из сборной команды Австрии. Его отставание будет практически двухминутное в этой гонке. С восемью промахами. Не задался этап у Алекса. Его последняя надежда это Мастарт. Итак, Эдуард Макаров побеждает в сегодняшней гонке. Второй Станислав Кример. Прорыв с десятого места был просто прекрасен. Николай Чакин занимает третье место. Мальцев четвертый, Дербин пятый и шестой Захар. Семенов. По лыжному ходу лидер Эдуард Макаров. Дальше Николай Чакин. Третий Станислав Кремер. Последним здесь, к сожалению, является Максим Левченко. С этой точки зрения именно у него не задался этап. При том, что стреляет он в принципе неплохо. Явно лучше, чем Алекс Корги Котопес. Однако, финишер от они достаточно близко. По скорострельности лучший Хернетушки. Дальше Машков и Мальцев. Таргонский, кстати, достаточно высоко. Макаров здесь снова в конце. Но проигрывает он своим ближайшим конкурентам. Не критически в этом компоненте. По чистому времени пассюта. Лучший Станислав Кремер. Но тут неудивительно. Дальше Чакин и Макаров. Из интересного пятый Захар Семенов. И восьмой Стас Радостев. Что, в принципе, не помогло ему достаточно много позиций в этом пассюте отыграть. Собственно, спасибо вам всем за просмотр, дорогие друзья. Напоминаю, что пассют... Ой, да, пассют был последний гонкой в НС, который откомментировал я. Мастарт я доверил пробежать своему коллеге по сборной Артему Мальцеву. Посмотрим, как он справится. Надеюсь, вам понравится. Если нет, то пишите. Мальцев аут. Чакин комментирует все. Ну а пока. Ты ответь на такой вопрос мне. Может ли дворец жить в башне слоновой кости? Вхожем быть дворец или яро против фельмоши? Или сохранять свой нейтрализ...